Всем привет! И сегодня у нас с вами подкаст. Я очень рада, потому что очень люблю этот формат. И давно его не было на моем канале. А у вас прямо сейчас появляется прекрасная возможность сделать какие-то свои дела повседневные, пока будете слушать мой подкаст. Ну, а в лучшем случае, конечно же, порисовать вместе со мной. И сразу небольшой варнинг. Я сегодня рисую довольно-таки пикантную картинку. И я очень надеюсь, что YouTube на нее не обозлится. Просто уже были такие инциденты. Был у меня такой опыт. И на самом деле ничего такого нет. Но даже за такое от YouTube можно получить. Ему такие штуки не нравятся. И вполне возможно, он этот ролик даже никак не будет показывать в подписках у вас и продвигать в рекомендованные и так далее. Поэтому я буду просто безумно рада, если вы мне поможете. И поставите лайк под этим роликом. И, конечно же, это поможет продвинуть этот ролик в рекомендованные. И больше людей послушают этот подкаст. Буду очень благодарна вашей поддержке. Итак, сегодня будет несколько тем, которые вы задавали мне в Telegram. Если все еще не подписаны на мою телегу, то обязательно сделайте это. И первый вопрос, прям супер в тему. Как вы относитесь к рисованию 18 плюс контента? Ну, 18 плюс это вообще понятие растяжимое. То есть там это, в принципе, все что угодно может быть. То есть это не обязательно даже какие-то там нюцы, так скажем. Это же могут быть еще и какие-то ужасы, триллеры, какие-то кровавые сцены и так далее. Сюда входят тоже. Поэтому я тут не совсем понятно, что вы, какой именно контент 18 плюс вы имеете в виду. Но ответ, в принципе, будет одинаковый. Естественно, я нормально отношусь. И, ну, касательно хоррора, тут и так все понятно, да, что это очевидно ко мне вопрос. Хоть я и избегаю каких-то, ну, действительно кровавых вещей. То есть я бы не сказала, что у меня есть какие-то жестокие штуки. И, конечно, у меня периодически мелькают такие работы, но не скажешь, что это прям мой профиль. А что касается нюцев, то это тем более не мой профиль. Как бы странно это сейчас не звучало, пока я рисую данную картинку. Но это как-то вот я никогда не чувствовала, что это прям мое. Но тоже у меня такое, где мелькает, особенно на Boosty. Подписывайтесь на мой Boosty. Там периодически есть некоторые нюцы с моими персонажами. Они там появляются. Но, конечно же, это закрытый контент от греха подальше. Но если вам такое интересно, то добро пожаловать. И раз уж я вспомнила, вот мои Boosty. Огромное им спасибо за то, что помогают мне на данный момент существовать. Ссылка на Boosty будет внизу в описании. Короче говоря, отношусь я хорошо и к хоррору, и к какому-то обнаженному контенту. И я знаю некоторых художников, которые вообще очень классно справляются с обнаженкой. Но, опять же, как правило, это такой закрытый вид искусства. Как правило, это Boosty или какие-то закрытые телеграм-каналы или что-то в этом роде по понятным причинам. Но они прям классно с этим справляются. Я, конечно, так не умею. Но я, на самом деле, каждый раз поражаюсь, насколько вообще это имеет популярность, насколько у этого большой спрос. То есть, если вам такое нравится, если вы такое умеете, я вам настоятельно рекомендую двигаться в этом направлении. Потому что это интересно огромному количеству людей. Это хорошо оплачивается. И вообще, мне кажется, это уже какой-то локальный мем, знаете, про художников, которые рисуют всякий там фури-контент. Ну и не обязательно фури, а вообще вот что-то такое интересненькое, да? Ну вы понимаете, о чем я. Вот, что это действительно очень востребованно. И почему бы и нет? На вкус и цвет, да? Вот, поэтому абсолютно нормально, положительно отношусь. Я сама не фанатка. То есть, я за такими штуками не слежу. Лично у меня таких художников-фаворитов нет. И сама такое, собственно, не создаю. За редким исключением для Boosty. Вот. Но отношусь абсолютно нормально. И вижу, насколько для многих это как-то ценно, что ли. Насколько для многих это интересно. Я сейчас сижу и сама себе думаю. А могла бы я вот, ну, предположим, в будущем, да? Переквалифицироваться как-то вот в такой контент, да? 18 плюс контент. Смогла бы я вообще? И думаю, ну нет. Ну вот, это точно нет. Это вообще на 200 портов не мое. Вот все что угодно, но только не это. И да, и тут мы все вместе вспоминаем, что когда-то, пару лет назад, я говорила, что комиксы не мое. И вот что угодно, только не комиксы. Поэтому это вам наглядный пример. Никогда не говори никогда. Можно ли стать художником без колледжа и вуза? Ребят, ну конечно. Ну конечно, я вам больше скажу. Что, наверное, ну половина так точно художников, которые вам нравятся, за которыми вы следите, это, скорее всего, художники-самоучки. То есть, либо у них неполное художественное образование, да? Я имею в виду детскую художку. Вот, либо вообще никакого. Вот, поэтому это абсолютно нормально в современном мире. Это окей. Я все равно, даже вот я, например, имею академическое образование, да? Но я все равно именно в иллюстраторском деле считаю себя самоучкой. И очень долго считала себя самоучкой, потому что я уже поступила на худграф, будучи самоучкой. То есть, у меня не было в жизни никакого обучения, у меня не было художки. Я уже рисовала на хорошем уровне, когда поступала. То есть, я такая, знаете, немножко как бы наполовину. То есть, у меня как бы образование есть, но оно не настолько полноценное. Я не считаю его сильным и полноценным для того, чтобы считать себя прям вот профи с академическим образованием. То есть, как бы это тоже не я. Поэтому я бы тоже в какой-то степени называла и себя тоже самоучкой. Есть люди, которые вообще ничего не закончили и рисуют просто прекрасно. Но, тем не менее, лично у меня очень хорошее отношение к академическому образованию. Конечно, у него очень много минусов. Кстати говоря, у меня уже был про мой колледж видос. Если, кстати, не смотрели, посмотрите. Это очень классное видео, но оно так мало, незаслуженно мало набрало просмотров. Прямо жаль, я вам его прикреплю. Настоятельно вам рекомендую. Я там рассказываю супер ненудные, веселые, интересные штуки про то, как я училась на худграфе. Так вот, возможно, стоит даже снять ролик, еще один, про то, вообще, какие плюсы я вижу в академическом образовании и какие минусы. Если вы такое хотите, дайте знать в комментариях, потому что я уже об этом давненько думаю. Было бы неплохо прям, знаете, подытожить. Так вот, несмотря на то, что самоучкам, в принципе, сейчас все доступно, и они ничем не хуже, чем люди с образованием, все равно я очень хорошо отношусь к академическому художественному образованию, хоть и есть, конечно, сложности. То есть, конечно же, нужно понимать, что вы на учебе будете не только рисовать и выполнять какие-то творческие задания, но также вы будете писать курсовые дипломы, издавать сессии, так же, как и все другие студенты. Сейчас как раз приближается конец учебного года. Если вдруг вам сложно или вы не успеваете, Work5 поможет с написанием курсовой, диплома или любой другой студенческой работы. Это очень классный сервис, где вам помогут очень быстро, в краткие сроки и за небольшую цену. Заказ делается очень быстро, для этого вам нужно заполнить простую форму, где вы, собственно, укажете все свои требования. И сразу можно будет увидеть расчет стоимости, сколько в итоге будет стоить ваш заказ. Это очень удобно. Далее менеджер подберет вам специалиста с опытом в вашем предмете. И все, останется только немного подождать. И самое классное то, что даже если ваш преподаватель скажет, что с вашей работой что-то не так, Work5 помогут вам внести правки абсолютно бесплатно. Это крупнейший сервис. По данным SimilarWeb, более полутора миллионов пользователей. А также у меня для вас есть скидка 10% на любую помощь от Work5 по моему промокоду BATONS10. Успевайте обратиться за помощью и переходите по ссылке внизу в описании или же по QR-коду на экране. Дарья, мы все еще надеемся на арт-бук. У вас теперь есть некоторый опыт работы с издательствами, благодаря поучьему княжеству. И в последнее время появилось много тематических постов. Так что арты красиво скучковать точно получится. Есть ли какие-нибудь идеи или наработки? Ну, начну с того, что для меня это просто больная тема. Все вопросы по арт-буку. Потому что я сама мечтаю и хочу создать арт-бук. Но слишком много в этом... Слишком много тех вещей, которые меня останавливают. Касательно работы с издательством, так мне и до этого предлагали. Ну, то есть тут вопрос даже не про паучье княжество. Оно как бы и до этого все это было актуально. Потому что, не знаю, последние года три, наверное, меня с арт-буком атакуют абсолютно все самые крупные издательства нашей страны. Вы прекрасно все знаете их название. И абсолютно каждая по нескольку раз обращалась ко мне с этим вопросом. И поверьте мне, они очень, очень сильно хотят издать мой арт-бук. Наверное, даже больше, чем я. Но, повторюсь, здесь очень много сложностей, трудностей. Моих личных нет. Наверное, мне нужно усиленно об этом думать. Но пока что нет тех условий, в которых я смогла бы создать что-то такое супер-классное. Потому что просто на отвали создавать арт-бук нет ни в коем случае. Для меня арт-бук это вообще чуть ли не центр, чуть ли не центр моей карьеры. Я считаю, что арт-бук для каждого человека, для каждого художника, он очень важный. Вот. Тем более, если он первый. Поэтому это слишком тяжелая ноша. Мне кажется, я еще не доросла. Как будто бы, и вот вы сказали, что там можно как-то скучковать. Арты нет, поверьте, они не кучкуются. Я не знаю. Я не знаю. Я сколько раз не пыталась это сделать. Сколько раз я не пыталась верстать страницы так, чтобы это выглядело красиво. Поверьте, мои работы смотрятся уродливо. Ну, просто уродливо. Я не знаю. Возможно, мне нужен какой-то ультра талантливый верстальщик, который сумеет это все сделать. Но как бы я ни пыталась, это смотрится стрёмно. И я понимаю, что это будет, ну, просто дичь какая-то, если честно, а не артбук. Поэтому, короче, вообще ужасная тема. Она постоянно меня преследует. Но пока ответ такой. Пока что ничего не понятно и ничего не ясно. Вот. И вот так. Часто ли вы видите рисунки, в которых копируют ваш стиль или даже полностью работу? Во-первых, кстати, я особо даже и не задумывалась о том, чтобы, о том, что есть реально прям какие-то вот люди, которые там будут что-то пытаться скопировать мой стиль. Я не думаю, что такое вообще существует в принципе. Но, конечно, иногда я замечаю какие-то штуки, которые явно были вдохновлены мной. Вот. Не где-то просто на просторах интернет. Да, а я там знаю конкретно, что человек на меня подписан, например. Вот. Или там участвует в моих челленджах. То есть это видно, конечно, это заметно. Я на такие штуки периодически попадаюсь, вижу их где-то. Но я абсолютно нормально к такому отношусь. Потому что, да, можно, конечно, пытаться копировать стиль. Да, можно для себя забирать какие-то фишки, да, где-то пытаться подражать. Но все мы прекрасно понимаем, что у каждого свое видение все равно. У каждого своя рука, так скажем, да, которая все равно будет рисовать другие линии. Хочешь ты этого или нет. Короче говоря, в точности скопировать кого-то, это надо сильно постараться. Ну, конечно, есть такие художники, которые занимаются прям копиями. Но они всяких легендарных художников копируют, как правило, да. Там на заказ делают какие-то копии Джоконды по такому типу. Но это абсолютно как бы, ну, мне кажется, не ложится ни на каких художников из соцсетей. Вряд ли кто-то этим будет заниматься. Поэтому, да, если есть какие-то украденные фишки, ну и что, ну и ладно. Все равно понятно, всем понятно, что это нарисовала не я. Что это нарисовал другой человек. Ну, а почему мне тогда должно это как-то задевать? Или почему мне должно быть какое-то дело до этого? Я абсолютно спокойно к такому отношусь. Потому что и я тоже перенимала наверняка, даже если бессознательно это делала у каких-то художников, да. То есть меня очень сильно всегда там Тим Бёртон вдохновлял, да. Копировала ли я его в точности? Нет, не копировала. Брала ли у него какие-то фишки? Да, конечно, брала 100%. Вот. Ну, копирую ли я от этого Тима Бёртона? Да вроде нет. Вроде так и не скажешь, что взяла там да скопировала, да. Поэтому абсолютно нормально к такому отношусь. Я абсолютно не парюсь. Ну, если кто-то вдохновился, супер. Другой вопрос. Там, не знаю, перепощивать, выдавать работы за свои или делать обмазки. Это уже, конечно, гадкая история. Вот. Но просто брать какие-то стилевые штуки, кто же запретит? Ничего страшного в этом нет. Все равно. Я это я, а другой художник это другой художник. Как не перегореть от рисования, когда это не только хобби, но и работа? Да, подумывая о монетизации творчества, пока это только хобби. Но артблоки случаются уж слишком часто. Слушайте, это не самый худший вариант. Было бы хуже, если бы наоборот. Мне кажется, чаще художники перегорают и впадают в артблоки, как раз таки, если они не монетизируют свое творчество. Потому что, как ни крути, монетизация это очень мощная мотивация. Вот. Поэтому я бы наоборот сказала, что классно, если вы хотите это монетизировать. Это супер. С монетизацией у вас будет гораздо больше заряда на то, чтобы рисовать, создавать и так далее. Как раз это и будет вас толкать в том числе. Конечно, это тоже не всегда работает. Иногда и за деньги рисовать не хочется, потому что нет настроения и ты выгорел. Конечно, такое случается. Но все равно, согласитесь, гораздо приятнее создавать какое-то творчество, зная, что тебе за это упадет монетка. Вот. Это очень хорошая мотивация. По крайней мере, у меня так. Да, это не основная мотивация, но все равно она помогает. Будет ли отдельное видео о том, как вы проиллюстрировали паучье княжество? Хотелось бы знать все тонкости. Да. Да, будет обязательно. Оно вот прям уже в процессе создания. Я вот как раз обговаривала этот момент с издательством, точнее, с нашим редактором. Будет про это ролик большой, классный. Но, внимание, не на этом канале, на втором канале. Теперь весь творческий контент, всякие креативные видео, подкасты, проиллюстрирование и много-много всего. Оно выходит все на втором канале. На этом канале только рисовательные подкасты и тест материалов. Если кто-то вдруг пропустил, то да, мы уже давненько переехали на второй канал. Если вы хотите видеть больше про мою жизнь, больше каких-то креативных роликов, помимо тестов, то, пожалуйста, подписывайтесь на второй канал. Сейчас я буду им очень плотно заниматься и большее количество роликов будет выходить именно там. Так что, пожалуйста, не теряйтесь, если вдруг видите, что в подписках нет моих роликов и я куда-то делась. Я никуда не делась. Я на втором канале. Так что, чтобы не пропустить, пожалуйста, прям вот, прям не забудьте перейти по ссылке в описании, я вам обязательно оставлю. Вот, и подпишитесь на второй канал. Именно там вот прям скоро, очень скоро, буквально неделя, и там выйдет ролик про то, как я работала с издательством, про то, как я нашлась с писателем, про то, как я проиллюстрировала свою первую книгу. Вот. Если кто-то пропустил этот момент, загуглите «Паучье княжество» Марии Понизовской, вот, сможете узреть мою обложечку. Вот очень интересный вопрос. Как вы относитесь к разделению творчества от автора? Потому что я стала часто замечать, что многие люди перестают следить за автором, который совершил нечто ужасное. Из-за этого им сложно слушать, читать или смотреть их творчество. Или же просто абстрагируются и смотрят только на их произведения, а не на личность создателя. Слушайте, такой вопрос, на самом деле, философский и очень личный, на самом деле, да. Мне кажется, тут вообще нет никакой истины, да, и нет никакого конкретного ответа. Но лично по себе могу сказать, что да, не знаю, к счастью или к сожалению, но вот я отношусь тоже к таким людям, кому вот не все равно, что за человек создает искусство. Возможно, я не права, может быть, зря, может быть, таким образом я лишаю себя каких-то классных вещей, но я вот как-то внутренне, есть у меня какие-то, знаете, ну, я не знаю, принципы вообще, неправильное слово, мне кажется, тут. Ну, короче, вот есть какие-то такие внутренние штуки, которые вот мне все равно важно где-то там, на подкорке сознания понимать, что это хороший, в моем понимании, да, это важно, и достойный человек. И тогда я могу спокойно относиться к его искусству. То есть у меня вот тоже есть такая тема, что если человек мне не нравится, если он как персона в своей личной жизни, да, сделала что-то, что я считаю ужасным, отвратительным, неприемлемым и так далее, конечно, это повлияет на мое отношение. Я не могу сказать, что я прям скажу, фу, кошмар, я в тебе разочарована, я там отписываюсь, вот. Я такого, конечно, не испытаю, но где-то на подкорке у меня вот там вот это отложится, что как бы, ну, человечек так себе, да, по моему мнению. И, конечно, это как-то повлияет на заинтересованность его искусством в том числе. Вот, поэтому, да, я думаю, что я в целом этому чувству тоже подвержена. Очень тяжело воспринимать, да, какую-то красоту и творчество, ну, неважно, музыка это, текст или еще что-то, если тебе не нравится человек от слова совсем. Ну и опять же, есть вещи, с которыми ты просто как бы не согласен, и у вас разная точка зрения, это окей. Ты думаешь, ну, хорошо, у меня такое мнение, у тебя такое, но я там тебя очень уважаю как художника, да. Вот, это нормальная ситуация. Но если речь идет о каких-то штуках за гранью, то там уже, конечно, да, немножко другое отношение к человеку появляется. У вас есть друзья среди других художников? Вам нравится их творчество? Конечно, я бы сказала, что у меня 95% людей, с которыми общаюсь, там, за очень редким исключением, это все художники. Либо это ноу-нейм художники, то есть мои друзья со студенчества, они все творческие люди, они все художники. Или же на данный момент это популярные художники, то есть мои коллеги по ютубу. Со многими я дружу и бесконечно обожаю, уважаю, вот. Поэтому, да, конечно, художники вокруг меня повсюду просто сложнее найти не художника. Очень сильно хочу узнать, какая вам нравится музыка, кино, литература. Да, на самом деле, тут все, мне кажется, супер очевидно. Я люблю вот всякую мрочноту, хтонь, драму, что-нибудь жуткое. Ну, то есть, если я что-то смотрю, я, например, вообще не понимаю смысл вот комедий, да. Даже если это хорошая комедия, даже если она классная, даже если я, допустим, ее посмотрела и в телом она мне понравилась, чтобы я ее когда-либо пересмотрела, ну, никогда в жизни. Причем, не знаю, когда вообще в последний раз в своей жизни смотрела комедию? Да лет 10, наверное, назад. Ну, то есть это настолько не мой контент, я не понимаю, что со мной должно случиться, чтобы я смотрела вот что-то веселое, что-то радостное. Я не знаю. То есть я смотрю всегда драмы, психологические триллеры, документалки. Безумно люблю, вообще на любые темы просто. Также true crime. То есть вот это вот абсолютно моя среда, где в целом мало позитивного. Вот такие вещи люблю, такие вещи смотрю. Мне всегда это интересно и всегда как-то, ну, не всегда, но очень часто вдохновляет. То же самое литература. Я уж не буду вас загрузить авторами книг, кино и, в общем, всеми этими названиями. Возможно, как-нибудь вам сделаю прям список, вдохновляющий меня. Вот, ну, вот, не знаю, Эдгар Пой – это вот наше все. Вот что-нибудь такое, знаете, меланхоличное, с странным мрачноватым юморочком иногда. Вот такие вещи я люблю. Какие-то спокойные, которые заставляют тебя задуматься о экзистенциальных вопросах. Вот такое я люблю. Насколько часто утомляет рисовать одних и тех же персонажей? Вот это вообще очень интересный моментик, потому что раньше, до того, как я начала создавать комикс, у меня была вот проблема именно такая, что меня утомляло рисовать не то, что одних и тех же персонажей. Я даже не могла нарисовать серию, допустим, разных персонажей, ну, вот, чтобы у них был какой-то один общий концепт. Меня даже это утомляло. Мне хотелось рисовать очень-очень разное. Я вообще не выдерживала того, что вот я должна придерживаться каких-то рамок. Но в какой-то момент игра перевернулась. И теперь у меня наоборот. Я чувствую, что периодически я перегружаю свою аудиторию, возможно, своими персонажами по комиксу. То есть я вижу, что многие хотели бы видеть еще что-то другое. И вот я изо всех сил себя настраиваю и стараюсь рисовать еще что-то другое. Потому что я, черт возьми, уже год не могу остановиться рисовать своих персонажей. Их там всего, господи, три с половиной человека. Но я так их обожаю, что я хочу рисовать их постоянно. Я хочу рисовать с ними истории, сюжеты, раскрывать их, дорабатывать их внешность. Это все настолько стало интересным для меня абсолютно внезапно, Что, ну, наверное, я просто вот нашла тех самых персонажей, которые меня не утомляют. И я хочу рисовать их снова и снова. Что делать, если в рисовании регресс? Я столкнулась с этим недавно, хотя сначала очень быстро набивала руку. Много рисовала, скилл рос, не по дням, а по часам. Чушь полнейшая. Нет никаких регрессов. Не верю в это. У меня про это даже тысячу лет назад был ролик. Нет никакого регресса. Вы можете просто либо... У вас есть несколько путей. Первое. Это ваше просто субъективное мнение. Вам просто может казаться, что у вас регресс. Ну, вам просто так кажется. Может, у вас вырос уровень критики к себе. Например. Или вам кто-то что-то сказал. Например. Второй вариант. Ваш скилл просто замедлился. Рост вашего скилла замедлился. У вас идет какой-то процесс. Но просто он идет медленный и не сильно заметный. Тем более на фоне того, что вы говорите, что скилл рос очень быстро. И третий вариант. У вас просто... Ну, прогресс остановился. Вот на данный момент. Вот так вот ваш мозг решил, что вот сейчас пока что мы немножко подзаморозимся на этом этапе. Что тоже, кстати говоря, маловероятно. Потому что прогресс идет всегда. Если вы что-то рисуете, если вы что-то делаете, прогресс идет всегда. Нет никакого регресса. Вы не можете забыть весь свой опыт. Нет, такого не бывает. Вы можете, например, несколько лет не рисовать акварелью и просто забыть. Да? Чисто вот тактильно. Моторика ваша может забыть, как работать с акварелью. И вы через несколько лет начинаете рисовать акварелью. Подзабыли что-то. И думаете, блин, краска растекается. Не могу с ней справиться. Дайте себе день, два, три. Вы распишетесь. И вы вернетесь абсолютно в ту же точку, в которой вы были там пять лет назад. Вот поверьте мне, именно так это и работает. Это то же самое, что, не знаю, научиться в детстве ездить на велосипеде. Я, по-моему, такие и приводила примеры в старом ролике. Потом 20 лет на нем не ездят. Вы все равно сядете на этот велосипед. Да, вы можете и упадете с него пару раз. Может быть там, хотя вряд ли на самом деле. Ну, там как-то будете чувствовать себя немножко странно, непривычно. Но вы раскатаетесь и будете прекрасно ездить на этом велосипеде. С рисованием то же самое. Так что забудьте про ваши регрессы. Если вы рисуете, вы развиваетесь. Хотите вы этого или не хотите. Ну, без вашего вообще тут мнения, без вашего желания, нежелания. Все равно ваш мозг будет развиваться в этом направлении. Насмотренность, моторика. Все это будет расти, все это будет двигаться. Хотите вы того или нет. Возможно, просто медленно. Возможно, будет небольшая остановка. Но никак не регресс. Чтобы у вас случился регресс, вам надо память стереть. Вот если вы память потеряете, у вас реально будет регресс. И то некоторые умудряются потом со временем эту память вернуть. Так что вот так. Как именно пришла идея делать украшения? Я помню, что это что-то вроде отдыха от рисования. Но почему именно создание ожерелья и сережек и так далее? Я не знаю почему. Просто люблю бусинки, камушки. Всякая сияющая, красивая, блестящая. Но на самом деле у меня есть такая небольшая теория, знаете. Про детский гештальт. В детстве у моей подруги был просто гигантский набор для создания, для плетения всяких там колье, браслетиков на резиночках. Знаете, сейчас они повсюду продаются, но в таком более маленьком формате. А у нее был просто во весь стол огромная коробка. И там этих бусинок было просто невозможное количество. И я очень хотела такой набор. Но по какой-то причине, вот сейчас уже не помню по какой, мне его так и не купили. Вот так я до него и не дорвалась. Вот. И я все пыталась попасть к ней в гости для того, чтобы повлезти эти браслетики. Я была в восторге. Мне очень нравилось, я очень сильно его хотела. И вот, возможно, я тогда не восполнила, знаете, не закрыла этот гештальт. И вот до сих пор я с этими бусинками вожусь. И мне безумно нравится. Ну, не знаю, для меня это какой-то творческий релакс. Вот сейчас я осваиваю еще кольчужное плетение. Это просто безумно интересно. И довольно-таки сложно, как оказалось. То есть, такие колечки из нержавеющей стали. Такие тяжеленькие, крепкие. И вот из них всякие красивые можно колье, браслеты, кольца выплетать. В общем, это очень-очень красиво выглядит. Это очень сложно, залипательно. И вот таким образом я периодически отдыхаю от рисования и от съемок видосов. Если хотите посмотреть на мои украшения, то добро пожаловать в Мирчевый магазинчик. А еще знаете чего? Я забыла вам сказать про открытки. Да, я сходила в типографию и напечатала открытки, новую партию. Вот. И там прям супер новые открытки. То есть, если вы хотите какие-то свеженькие открыточки, кто постоянно их забирает, именно с последними какими-то картинками, то вот можете зайти посмотреть, какие картинки добавились. Очень красивые, качественные открытки напечатались. Я прям так переживала, потому что у меня закрылась моя любимая типография, проверенная годами. И теперь вот печатаюсь в новой. И я прям безумно довольна. Очень хорошая печать. Так что да, за украшениями, за открытками и вообще в целом за Мирчевым. Добро пожаловать в Мирчевый магазинчик. Ссылочку вам на него внизу оставлю в описании. Большое вам спасибо за вопросы. Большое вам спасибо за то, что послушали. Поставьте, пожалуйста, лайк под этим роликом. Подписывайтесь на этот канал. А также напоминаю вам про второй канал. Не забудьте на него подписаться также. Все ссылки, как всегда, внизу в описании. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok